Книга «Открытым оком», тема «Дети. Лагерь. Стан», том 2, вопрос 889. В государственных лагерях есть специальные должности затейников, которые придумывают различные игры, делают пребывание детей в лагере интересным. Что-то подобное есть ли у вас? И были ли какие-то интересные случаи, которые захватывали бы детей, несли в себе заряд воспитания в добре, приучали к состраданию? Отвечает Игнатий Тихонович Лапкин. У нас лагерь трудовой, а не игровой. До обеда дети трудятся на заготовке дров в огороде, перемежая работу играми и купанием. После обеда занятия в кружках, поход по ягодам, многократное купание. У нас бывают события местного значения. Как правило, это связано с окружающей природой. Над нашей деревней иногда пролетают рои пчел, и они где-то приземляются. Игорь Барабаш трактором притащил в лагерь огромные сухие клёны. Когда дети распиливали их, то наткнулись на большое дупло, заполненное сотами. Мы сразу же отделили часть их и отнесли Игорю, разъяснив детям его участие в этом деле. Сухие соты отдали матушке за мёд, часть подали на стол, а остальное оставили для ожидаемых гостей. В прошлом году была история с Коршунёнком. Вот она. Коря. Детский православный трудовой лагерь Стан, что находится в 150 километрах от Барнаула. Живёт своей необычной жизнью. Рядом находится строящийся с нуля православный посёлок Потеряевка. В 20 лет там был пустырь, где раньше была наша родная деревушка. За это время в этой местности появились новые птицы. Соловьи, удоды, воробьиный, сычек, новые породы уток. И чего никогда раньше не было, в наших колках стали видеть гнёзда коршуны. Я с детства любил птиц, и первую книгу, которую купил, сдав шкурки сусликов, была книга про птиц, страниц за 500. Насчитал, что в нашей местности сейчас находится около 52 пород, видов птиц. Всегда одержал много голубей, и держу их сейчас. Две голубятни в деревне и одна в городе. В этой держу в зиму 34 голубя. Баварин Владимир Николаевич был два раза, смотрел. На это лето повёз с собой новые породы. Шалевые, воронежские. Подарил директор БЛВЗ Пальталлер РР. Когда голуби привезённые привыкли, стал их выпускать из голубятни, которая находится на балерине. Башня летняя резиденция Игнатия Начальника. Расшифровка. Это трёхэтажная башня, склады и моя канцелярия. Как только выпустил своих любимцев, сразу же налетели коршуны и унесли несколько из новопоселенцев. Голуби-то искусственно выведены и не могут противостоять естественной природе. Подержал их несколько дней закрытыми в вольере, чтобы они были побойче. Среди них напустил и дикарей. Снова выпустил. Начали делать и облёт. Но когда были они без присмотра, снова несколько штук были унесены крючконосными разбойниками. Дальше так просто терпеть было невозможно. Решили найти коршуниное гнездо и уничтожить их. Хищники очень осторожные и трусливые. Но когда ему нужно что-то отнять у другого, то он делается стремительным и неутомимым. Даже не верится, ведь только что парил в воздухе, распластав свои великолепные крылья, казался таким неуклюжим, сонным. Положили на тележку длинную лестницу, чтобы до первых сучков берёзы можно было добраться. Нашли такое гнездо по погадкам на траве. Оказалось, что три птенца завернули их и принесли в лагерь. Думал подмануть родителей и убить. Но не тут-то было. Стали кормить своих новых питомцев мясом. Но где его взять? Заказали отходы от индюков из другой деревни. Но им нужно только с кровью. Стал колоть беспородных голубей. Когда скормил им четырнадцать штук, понял, что они меня сожрут с потрохами. Пошёл ловить крыс, обдирать и кормить мясом. Благо к тому времени двух коршунят забрал живой уголок в Барнауле. Поймал тридцать шесть крыс. Ну и глотка, скажу вам, у этой прорвы. Когда обдираю крысу, то коря пищит рядом и из рук их хватает. Я готовил целую тушку. Обдирал, удалял голову и ножки. Он неободранную голову схватил, два раза голову вытянул и проглотил. Растёт наш коря очень быстро. Ничего не боится, начинает учиться летать. Я раньше выращивал хищных птиц для ловли рябчиков и знал, как дрессировать их. Стал готовить его к выходу в живую природу. Стеснения он никакого не имел и не терпел. Стал привязывать за нитку крыс и тянуть, чтобы живых потом хватал. Благо, хватало и воробьёв, и прочего товару. Утром на главном восьмиконечном кресте в лагере сидит, дожидаясь, нахохлившись наш питомец коря. Кормил его, уходя подальше от лагеря стана. И он кричал и летел следом. Прожорливый был на диво. Дети ходили на пруды и ловили ему много лягушек, и кормили его с рук. Он наедался и ложился на крышу на самом санцепёке. Разлепёшится, как шаньга, и виду не подаёт, что здесь он. Дежурный по лагерю должен был каждую минуту знать, где он сейчас. В лагере был Котя, молодой и хитрый кот. Он умел уходить от кори и не добирался до него, когда коря находился на земле. На обед и на другие мероприятия у нас висят колокола и большая рында из-под кислорода. Коря сидел на самом верху этой колокольни, и никакие громовые удары его немало не смущали. Но как только меня завидит, так такую трель заведёт, пищит, крыльями машет, летит следом, теребит за сапоги или за пояс. «Хочу завтракать». Особые прелести кори были после обеда. Он сидел на специальном постаменте над аналоем внешним, столик для чтения Евангелия. И когда ему нужно было опорожниться, он пятился и стрелял более чем на два метра. Тут виск и смех был на весь лагерь. Холодильник хранил для него свежее мясо и кровь. Я надевал рукавицы, и он садился на руку. Рядом с лагерем проходит высоковольтная линия. Когда мы поутру молились, и был маленький моросящий дождь, и всё было мокрым, коря полетел за грачами. Никто не видел, как он вернулся и сел на столбе, Который был на повороте, где провода сходились очень близко. Нашли его лежащим у подножия столба. Размах крыльев составил один метр тридцать сантиметров. Я написал стихотворение на его смерть. Дети плакали. Подозреваю, что отданные в Барнаул нелюдимые коршунята были мальчики, А этот чересчур уж ласковый, был, похоже, девочка. Перья крыльев были полностью залиты кровью внутри. Знак, что он активно рос. И думаю, что был бы намного больше, чем в природе, Ибо питался исключительно активно и полноценно. Воспитатель Виктор Савченко положил стих на музыку, И уже в пятницу на костре мы пели эту песню. Жил у нас коря с 13 июня по 17 июля. Тридцать три дня. Он многое не съедал. В стороне от лагеря стана стоят столбы футбольного поля. И по утрам стали к коре прилетать коршуны И садиться к нему рядом и доедать его трапезу. Когда же его не стало, Эти друзья прилетали и долго кричали, Летая над лагерем, Наводя тоску, ища и вызывая своего кормильца. Мы тосковали о любимом коре И пели песню о нем. Прошло несколько дней после трагической кончины коршуненка. Коре и мы решили снова найти гнездо с таким же мальцом. Но сколько не проверяли гнезда, Но все уже вылетели. Придется ждать еще год. Дети повезли домой по несколько перьев от кори. В музее крыльев от разных птиц Крылья кори занимают у нас там центральное место, Распластанные на страх врагам. Чтобы крылья не портились, Мы их хорошо проработали криолином. Игнатий Лапкин, начальник лагеря стана, 22 января 2002 года.